Они еще совсем маленькие, но выглядят уже как взрослые. Все в военной форме, сшитые на заказ. Парад правнуков – так называется мероприятие, которое состоялось в детском саду номер 23 «Калейдоскоп». Воспитанники прошли в рядах бессмертного полка, неся портреты своих прадедов. Под звуки священной войны Александрова на импровизированный плац было вынесено Знамя Победы. Как и на взрослом параде, первым прошел военный оркестр. За ним перед собравшимися появились представители пехоты и военно-морского флота. Не обошлось и без боевой техники. Танки были сделаны из подручных материалов. В ход пошли коляски и самокаты. Среди гостей праздника – свидетели войны. Людмилу Александровну Петрову война застала в Казани, когда ей было 8 лет. Я помогала маме шить мешочки пороховые. Они приносили из завода пороховые мешочки. К ним надо было пришивать пуговички. Вот вся моя деятельность во время войны. Родители не только отнеслись с большим энтузиазмом к идее проведения такого мероприятия, но и сами приняли в нем участие. Во время представления некоторые из них разбились на пары и под звуки военного вальса закружились в танцы. У меня самый погиб дед, который дожил до 97 лет. Прошел всю войну. Был в плену в Германию, Польшу, Брест. Был в окопах сидел. Вот поэтому я очень переживаю за этот праздник. Один из участников парада – всеобщий любимец воспитанников – пёс Тайфун. Немецкая длинношерстная овчарка. В нашей семье двое маленьких детей. И, в принципе, его приучили к тому, что он охраняет детей, он с ними играет. В принципе, детям он позволяет с собой делать все, что хочешь. Совершенно спокойная, адекватная собака, которая рассчитана на общение с людьми. В детском саду проводится большая работа по патриотическому воспитанию. На занятиях воспитатели читают книги о войне, показывают фильмы и учат вместе с детьми стихи. Хорошо, что они понимают, что не должна прерваться связь поколений, что дети должны помнить, что была такая Великая Отечественная война, должны помнить о подвиге советского народа. У нас есть будущее только тогда, когда мы помним своё прошлое, свою историю. А значит, воспитанники детского сада «Калейдоскоп» находятся в надёжных руках своих наставников. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.